Добрый день, добрый день, сегодня у нас что? Не знаю, а это значит... Я тоже не знаю, надо было читать название ролика. В этот замечательный день мы с нашей дружной съемочной командой... Приехали в замечательную Францию, несмотря на известные вам обстоятельства, ведь всего... Что? Слушай, ты иди отсюда, пожалуйста, хорошо? Во-во-во, Антоша, мама, иди к маме, давай-давай-давай. Ладно, I'm... Пардон, ссори, мистер-месье, longbread, best meal, best wishes, I'm going, goodbye. Погоди-ка, у меня что же есть оружие? Да, сегодня у нас новости Стэндофф 2, где я рассказываю об интересных и не очень событиях, произошедших за последнее время. К сожалению, за последний месяц произошло не так уж и много интересных событий, но все же я собрала парочку. Естественно, приятного вам просмотра. Как вы знаете, недавно был выпущен патч 0.13.7, в основном посвященный изменениям в соревновательном режиме. И тут всплыла одна информация. Честно говоря, я сама не знаю о том, верна ли она, но по заявлениям автора он откопал ее в файлах игры. Это обложка второго сезона. На картинке можно заметить соответствующую надпись, а на заднем плане спецназа, который целится с М4 вдаль. По фону можно сделать предположение, что КТ находится на каком-то полигоне. Можно заметить еще террориста и слева вероятны ящики, на которых нанесен рисунок мишени. Это я не увидела, а просто предположение. Если эта информация верна, то вероятно добавят карту для тренировки, либо же полигон для обучения. Ну или и то, и то. И честно говоря, я думаю, что вполне может быть правда это все. И скажу вам больше, просто так не стали бы пихать картинку. И мне кажется, могли просто для подогрева интереса у комьюнити это засунуть. Арт на уровне, стиль текста похож на стиль автора или авторов предыдущих работ. Сзади будто специально добавен террорист именно в оранжевой форме. Конечно, чтобы можно было его разглядеть на размытом фоне. Но в названии есть промо-видео, так что вероятно я просто слишком далеко зашла. И это просто будет трейлер второго сезона, возможно рекламный. Если это еще правда. А это просто кадр из конца. Типа размывается фон и появляется эпичная надпись. Второй сезон. Недавно на дискорд сервере игры прошел Q&A или по-русски вопрос-ответ. Иногда приглашаются различные сотрудники студии и каждый пользователь может задать им вопрос. Собственно говоря, в этот раз присутствовал Encore, администратор сервера и Dev Assistant. Произошло это все в связи с новым патчем, ибо у многих игроков остались вопросы. Собственно, в основном и обсуждался патч. Если вы считали статью или смотрели мой предыдущий ролик, то знаете о чем имеется в виду. Я лично там не была, потому что все проводилось относительно поздно, но говорят, что там сказали, что второй сезон уже отчасти близок к концу разработки. Следующая маленькая и уже не столь интересная новость касается рынка. Недели полторы назад Тиктак и Кентапека начали бустить скин M4 Predator на стриме. В итоге цена дошла до тысячи голды, но вскоре быстро вернулась снова на приблизительно 150. И тут я хочу сказать кое-что важное. Не тратьте свое золото на бусты. Это далеко не всегда может сыграть вашу пользу. Только если вы вначале это все начнете делать. Ютуберы и паблики ВКонтакте таким образом могут просто забирать вашу голду. Они просто заранее закупают кучу предметов, которые будут бустить, а потом под шумок сливают. Относительно тех двоих ребят, вроде где-то даже были доказательства по тому, что они там полили историю продаж, и поэтому можно догадаться. Но я клеветать никого не буду, потому что у меня лично нет стопроцентных доказательств того, что они это делают с целью наживы чистой и все. Но все же я уверена, что очень многие, кто этим занимаются, делают это не с целью просто поднять цену, а с целью поднять цену и продать, пока она не вернулась на прежнее место. Также еще чуток пораньше Тиктак и грубо говоря задодосили. Если говорить правильнее, намеренно крашнули его игру. Каким образом? Дело в том, что до последнего патча где-то пофиксили, при потоке огромного количества сообщений игра зависала, если их открыть. Поэтому, например, на своих стримах мне в итоге пришлось добавлять всех в друзья, а не приглашать через ЛС. Оказывается, если просто закидать ЛС по максимуму, то игра конкретно виснет. Так и поступили с Тиктаком. Вот вам забавная нарезка и надеюсь, что он мне не кинет страйк. Так, обращение к разработчикам. Я открыл за последние несколько стримов около 50 кейсов. Если мне не выпадет нож сейчас из этих 10 кейсов, я объявлю вам такую войну. Просто будет разнос. Разнос будет по полной. Возможно. Я удалю игру. Здравия желаю, мебопатруль. В трубочку зоньте, пожалуйста. Я не бухой, братва. Почувствуйте. Извините, но мы вынуждены... Я просто вдохнул. Да, мы понимаем, что вы вдохнули. Алло, я не бухой. Реально. Это, это, это самое. Я вам показал. Вы можете поэту сам... Попопонюхать. Спасибо, не надо. Ладно, вот тот самый момент, где у него начало зависать. Если я сейчас перезайду и у меня будет лагать дальше, разработчики, значит, на моем... На моем аккаунте. Просто проверим. Если сейчас лагать не перестает, значит, они... Значит, они зашли ко мне на аккаунт, походу. Араб мой аккаунт взломал. Если что, это фамилия такая. А фамилия... Так, так и запишем. Что вы говорите? Разработчик Араб взломал ваш аккаунт и зашел на него. А вы зайти можете? А вы в это же время зайти можете. А Джо Пал ради раненький там не пишет? Нет, нет, нет. Ну ладно. Так и запишем. В трубочку еще раз дуньте, пожалуйста. Я угожу. Господи, что за фигня? Ну что ж, друзья, на этом все. Да, сегодня у нас не столь интересно, не столь объемно, но надеюсь, что все же вам понравилось. И если вам понравилась эта фигня в начале, я не знаю. Я даже сомневаюсь, вставлять ее или нет, но надеюсь, что вам понравилось, я все-таки попробую. В любом случае, вы ничего от этого не теряете. Правда, у вас, возможно... Невозможно, скорее всего, появится чувство испанского стыда, но попробуем. В общем-то, спасибо вам большое за просмотр. Увидимся в следующем ролике. Пока!